Бунт в Нижегородской колонии обернулся массовыми беспорядками с поджогами и драками. Вчера в лечебно-исправительном учреждении номер 3, где содержатся преступники с тяжелыми заболеваниями, такими как ВИЧ и туберкулез, около ста заключенных начали громить колонию, ломать мебель, бить заключенных и поджигать здание. В результате массовой драки 8 человек получили ранения и травмы. Один заключенный погиб во время операции. Всего же пострадал 21 человек. Правоохранительные органы заявили, что порядок восстановлен. С самого утра вокруг колонии выставили оцепление. А с чем связано такое оцепление? Не знаю, без комментариев. Живем мы здесь уже 30 с лишним лет. Это вот такое впервые. Страшновато. Вот на часть, видите, на втором, на третьем этаже били окна изнутри. Смотрите, сколько машин там подъехало. Там же оцепление стоит. Ничего может выплеснуть, может уйти на рывок все. Представляете, такая масса народу выйдет. Что будет? Второй этаж. Вон там рукой махают. Пятый, шестой, седьмой. Там лежат они пыльные. Из-за той, вот крыши, вот оттуда. Вот длинные, это медчасть. Вот оттуда мы видели дым. Ну, сначала хорошо было, а потом затихло. На пожарки поехали, затушили, наверное. Рассказывали, что в Леву-3 был какой-то бунт среди осужденных. Друг друга бомбили. Смертельные исходы были. Это случилось вчера вечером. А сегодня утром я освободился. Между осужденными возникла схватка. Полезли разнимать и досталось. Одного осужденного, прибывшего в карантине, порезали. И у него сомнен челюсть. То есть, ну, и так, очень сильно его побили. Заставляли там мыть туалетку, заражали насиленно. Ну, это происходит каждый раз, когда приезжают новые люди сюда. А Свинтон тихо курит. Началось избиение, началось насилие над людьми. И осужденные взяли оборону, они стали защищаться, они пошли уже, то есть, в отмах. В данном случае вообще они перешли все границы, да, администрация. Там люди кричат, помогите, да, в закрытом помещении они находятся. Вот, в других отрядах там все это услышали, вышли в локальные участки. Начали кричать, что там происходит, туда-сюда, какие услуги взбунтовались, как бы, да. Практически одновременно, как по команде, во всех отрядах были нападения на невальных, на тех осужденных, кто давно здесь отбывает наказание, положительно себя характеризует и стремится на условно-досрочное освобождение. После того, как вот это произошло, руководство учреждения вступило в переговоры, с данными осужденными, и то есть все было решено мирным путем, что фактически предотвратило дальнейшие печальные события. Как сообщили осужденные, причиной бунта стал конфликт между вновь прибывшими и осужденные, которые сотрудничают с администрацией, входят в так называемую секцию дисциплины и порядка. Бывшие заключенные лечебно-исправительного учреждения номер 3 рассказывают о царящих там жестоких порядках. Врачи не реагируют ни на что, побои не снимают, жалобы не уходят. Изначально меня с этапа, с воронка сразу встретили, а потом все это время, что у меня прошли побои, все это, меня держали в карантине, в больной зоне. Избивали меня, пытались изнасиловать. Были случаи суицида даже на фоне всего вот этого, то есть в том же самом карантине, при мне, ну как бы не мой этап, но следующий, там парень себе живот разрезал стекляшкой, ну просто на улице, от важно, нашел какую-то стекляшку. И на фоне всего вот этого, хотя к нему были применены совсем другие воздействия, то есть сначала его били, морально унижали, а потом была попытка изнасилования. Однако в Нижегородском управлении Федеральной службы исполнения наказаний факты насилия над больными заключенными отрицают. Это лечебное исправительное учреждение, то есть там в основном находятся осужденные, которые имеют заболевание туберкулезом или ВИЧ-инфицированные, поэтому вот допустим информация о том, что их там насиловали, избивали, и просто вот на фоне всего этого, ну минимум кажется недостоверной. Напомню, что во время бунта один человек погиб. 15 заключенных в настоящее время находятся в различных медучреждениях области. Как сообщается, зачинщиками драки стали заключенные, переведенные в лечебное исправительное учреждение номер 3 из колонии номер 10. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, и зачинщикам драки грозит еще по 5 лет к уже имеющимся сроком.